Инструменты бережливого производства – это тема сегодняшнего обучения персонала первой поликлиники в рамках внедрения проекта в Новорайске «Бережливая поликлиника». Обучение проводят сотрудники Уральского электрохимического комбината, поскольку там уже давно внедрена и работает производственная система Росатома, направленная на повышение эффективности, снижение временных затрат и улучшение качественных и количественных показателей работы. Казалось бы, сферы атомного производства и медицина совершенно несопоставимы. Однако принципы бережливого производства, а их пять и называются они 5С, сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй, можно применять в любой сфере деятельности. Выступаем консультантами, помощниками, постоянно здесь, постоянно курируем, постоянно оказываем помощь. Ну и видим, что персонал не имел представления, что это такое за инструменты бережливого производства и как они работают. Поэтому мы начали с обучения. Руководителей поликлиник мы обучили на фабрике, именно адаптированной под медицинский процесс. Как раз открыли глаза, то есть персонал увидел, что действительно существует так много проблем, которые, может быть, в связи с тем, что глаза замылены, не выявлялись сразу. И очень много уже каких-то новшеств, предложений поступило именно от персонала поликлиники. А в третьей поликлинике сегодня же прошло совещание руководителей городской больницы и представителей УХК по промежуточным итогам внедрения проекта «Бережливая поликлиника». Напомним, к октябрю на площадке третьей поликлиники проект должен заработать в полную силу. Но и сейчас делано немало. Заменено программное обеспечение, определены источники и объемы финансирования. Следующий у нас большой этап – это ремонт регистратуры с созданием открытой регистратуры и изменение входной группы с обеспечением доступа в поликлинике, в том числе и маломобильным больным. Кстати, очереди в регистратуре уже нет. Благодаря грамотно развешенным указателям все знают направление, куда им двигаться. Благодаря организованному колл-центру. Персонал регистратуры работает только с пациентами, не отвлекаясь на звонки. В силу вступили изменения и по записи приема к специалистам. Теперь потоки пациентов разделены. Запись идет, и пациентов перенаправляют и в неотложную помощь, и в добрачебный кабинет, а не как ранее, только к терапевтам. Одновременно с окончанием внедрения проекта в третьей поликлинике начинается тиражирование проекта «Бережливая поликлиника» на филиал номер один, филиал номер два. То есть в сентябрь мы собираем предложения и проблемы как от пациентов, так и от работников поликлиник. Потом собирается рабочая группа на основании выявленных проблем, определяет те проекты, которые будут внедряться. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоурайская вещательная компания.